Азербайджанская мафия подминает Москву. От усиления конкуренции за право крышевать торговлю в столичном регионе ожидает ужесточение бандитских разборок со стрейбой жертвами. Правоохранительные органы серьезно озабочены тем, что в московском регионе небывалую активность развернула преступное сообщество, состоящее из выходцев из Азербайджана. Оно сформировалось в результате слияния двух мафиозных кланов минус воров. В законе Надира Салифова, Лоту Гуля, и Вагифа Сулейманова, Вагиф, боевики и сообщества захватывают все новые сферы влияния, что сопровождается многочисленными случаями похищения и разборок. А в ближайшее время может начаться и стрельба. Еще до недавнего времени в России можно было выделить четыре азербайджанских криминальных клана, которые были примерно равны по силам. Первые возглавляли авторитет Завралиев, Зайка, и его братья, среди которых можно выделить Азер и Али. Алиев был также близок к криминальному генералу Рошаду Исмаилову, Рошад Генджинский. Во втором клане предводительствовал вор в законе Рапшин Джаниев, Рапшин Лянь Каранский. В третьем лидером являлся Надир Салифов, а в четвертом, Вагиф Сулейманов. Первые три клана имели большое число боевиков, поэтому разборки между ними непременно сопровождались стрельбой. Счет убитых в этих криминальных войнах идет на десятки. Вагиф не имел своей армии, но брал другим. Вначале он был близок к боссу всех боссов Аслану Усайяну, дед Хасан, а после его убийства наладил отношения с новым вором в законе номер один Захарием Калашевым. Шакра молодой. В 2014 году начался процесс неестественного отбора. Первым выбыл Зайка. Сотрудники Мура задержали Алиева и четверых членов его бригады по обвинению в вымогательствах, похищениях людей, бандитизме и так далее. Позже за решетку отправился и брат авторитета Азер. Все за находившиеся там боевики Лоту Гули и Ровшина Лянкаранского зверски избили Зайку, что стало предметом отдельных разбирательств в мафиозных кругах. После этого заговорили о возможном перемирии между Джаниевым и Салифовым, но оно оказалось мнимым. Во время отсутствия Зайки и Азера сообщество возглавил их брат Али, но клан потерял былую мощь. Да и курировавший его законник Рошат Исмаилов стал уделять больше внимания совместным проектам с Вагифом. Клан Ровшина Джаниеву последние годы находился в состоянии непрерывных конфликтов. Сначала, с Лоту Гули, а потом, с Вагифом. Последний, заручившись поддержкой шакры молодого, переманил на связанные с ним площадки большинство оптовых торговцев овощами, фруктами и зеленью, ранее работавших под крышей Ровшина Лянкаранского. Джаниев защищался теми приемами, которые получались у него лучше всего. Так, весной этого года его боевики застрелили короля зелени Джамбулата Шамиль Аглы, который активно помогал перетаскивать оптовиков от Лянкаранского к Вагифу. В июле 2016 года ФСБ задержало шакры молодого, в результате позиции клана Вагифа, не имевшего, в отличие от конкурентов, большого числа боевиков, значительно слабли. По словам источника разбалта в правоохранительных органах, в этот момент и появился новый мафиозный конгломерат, главной целью которого было успешно противостоять клану Ровшина Лянкаранского. В него с одной стороны вошел Лотугуля, как старший товарищ, а с другой, Вагиф Сулейманов и Рашат Исмаилов. Салифов сейчас обладает самой мощной армией боевиков. В свою очередь Вагиф и Рашат Генджинский имеют обширные связи среди крупных бизнесменов, выходцев из Азербайджана, которые владеют торговыми центрами и оптовыми рынками в московском регионе. Вскоре после создания этого конгломерата в Стамбуле был застрелен Равшин Джанев. В криминальном мире было объявлено, что причиной его убийство стало местью за расстрел Джамбулата Шамиль Аглой. Однако сразу после похорон Ровшина Генджинского большинство его объектов в московском регионе перешли под контроль Лоту Гули и Вагифа. По словам источника Разбалта, два вора в законе не собираются останавливаться на достигнутом и в последнее время развернули небывалую активность. Они заставляют ложиться под их крышу все новые фирмы и бизнесменов. Конгломерат стал претендовать на лидерство в криминальном мире целых районов Подмосковья. Этот процесс сопровождается многочисленными случаями избиений и похищений людей, исключительно выходцев из Азербайджана. При этом пострадавшие не обращаются с заявлениями в полицию. Во-первых, потому что опасаются за свою безопасность. А во-вторых, как шутят оперативники, потому что понятие азербайджанец и потерпевший несовместимы. Такая активность клана вызвала серьезное недовольство других группировок, которые теряют подконтрольных бизнесменов. В результате уже были различные разборки, а в ближайшее время силовики ожидают усиления мафиозной конкуренции, вплоть до стрельбы с жертвами.